итак всем большой привет с вами как всегда и дезертируем и продолжаем прохождение масс эффекта что нас ждет дальше я честно говоря даже особо не знаю потому что закончили мы на луне ну а сейчас будем перемещаться куда-то в более интересное пространство да хотя я последний раз хотел по моему отправиться кое-куда ну ладно так здесь каперы в журнале грузового корабля на эфире содержалась информация о крупных отгрузках систему насторожен так система амазона к скоплении вояджера и проведителя расследования так система амазонок давайте к вазон очкам залетим хотя чувствую там получу по башке но почему бы нет там сразу нет свечи система система амазонок скопление вояджера скопление вояджера амазонка да почему нет как прям бомбанул это нас вызывают из штаб-квартиры пятой флотилии на цитадели капитан шепард у нас неприятное известие во время войны первого контакта мы запустили на территорию турианцев множество зондов шпионов только что мы получили от одного из них сигнал миссия выполнена и где же он был все это время понятия не имею задержка передачи эти зонды создавали в спешке сразу после первого контакта и почему эти известия неприятные когда мы запускали эти зонды мы не знали с кем сражаемся и не хотели чтобы враги изучали наши технологии на зонды были установлены ядерные заряды тактические боеголовки мощностью 20 килотонн это почти как бомба сброшенная на хиросиму в двадцатом веке если кто-нибудь найдет этот зонд капитан вы сами понимаете что случится я понимаю что ситуация требует вмешательства но у меня нет специалиста способного с этим разобраться я знаю я не стал бы просить вас если бы это не было настолько важно информация об этих зондах была засекречена 26 лет назад совет наверняка назовет ловушки с водородными бомбами опасными и безответственными если они найдут эти зонды у альянса будут неприятности я прошу вас потому что нормандия может добраться туда быстро и незаметно это в скоплении вояджера скопление вояджера но это очень далеко от турианских территорий как зон туда попал не знаю возможно кто-то обнаружил его я довез туда а может быть он заблудился этот зонд летает по галактике со времен войны займемся этим немедленно адмирал и постараемся сделать все тихо капитан я очень это ценю удачи ну что ж это действительно небольшая ну как сказать проблема где он где-то в скоплении вояджера должен находиться зонт который мы должны найти видимо вопрос только в том где именно он находится так кстати я по вы бы здесь не был хотя тремор я определенно помню нет я определенно помню эти планеты по моему я здесь все таки был планеты земного типа красный гигант амазонка является переменной долгой периодической звездой и в настоящий момент она находится в минимуме своего 16-летнего цикла на пике количество производимые энергии удваивается температура и уровень радиации на гибине в этот период резко возрастает когда тебе не гибине а в основном состоит из алюминия встречаются залежи олова большая часть поверхности покрыта тонким слоем силикатной пыли которая легко проникает даже в самые узкие щели и нередко становится причиной отказ техники может он уже 20 лет с плюсом тут сидит давайте посмотрим сюда я по идее не высаживался но по крайней мере эту планету я не помню ибо если бы я ее помнил я бы вам об этом сказал маяк альянса да здесь действительно меня не был ох мать моя женщина фигасе горка ну ладно нам в любом случае он туда надо забираться чтобы достать пользительные ископаемые блин жалко на самом деле что нету никаких ачивментов в стиме их не ввели даже обидно если честно не понятно что я как бы у меня есть лицензии но при этом я сейчас играю в пиратку но блин мне было реально лень устанавливать русификатор туда-сюда все это я просто установил и запустил я и забыл что мы красный чуть-чуть мы покраснели немножечко так успел с рождение самария тут уничтожь ты их скорее кого 22 тысячи короче мы с лишним получили неплохо так неплохо очень даже а тут все горки 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 и тут я вспомнил игру под названием горький а также писателя по имени горький ну точнее по фамилии наша логика меня всегда поражала но моя точнее так вы как здесь весело но на этой планете точно не был иначе бы здесь все ископаемые уже были бы мной найдены да и я бы запомнил вон ту гору по крайней мере я да уж точно так думаю не могу ошибаться но навряд ли тем более если мы были на планете она была бы исследована эта планета нифига не была исследована поэтому все хорошо о пожалуйста еще какое-то полезное ценное ископаемое сейчас мы его ископаем это веселое ископаемое интересно что там а там у нас залежи магния цель довольно неплохие такие залежи вам скажу планетка пустынная не очень приятная на вид на самом деле блин да блин месторождение магния отлично 22 800 неплохо кстати за такое небольшое месторождение ну хотя мне теперь все время так платят сколько мне там уже сколько нет серьезно 2 миллиона правда охренеть просто я в шоке я даже не помню чтобы у меня столько денег то было хоть раз потому что ну когда обследование проходит полностью как бы да а маяк альянса ладно давайте сохранимся тогда здесь поедем на маяк альянса единственное сейчас вот до горы проедем если там не будет ничего пользительного то повернем и поедем уже к маяку надо вроде здесь ничего нету такого по крайней мере я не вижу так что едем напрямую к маяку и надеемся на то что там а будет что-то пользительное для нас как тихо он упал даже неожиданно припарковались так аккуратненько и побежали дальше шахта вот источник сигнала мне это не нравится я согласен этот зонт не падал кто-то специально привез его сюда они могут не знать что попало к ним в руки надо найти зонт пока они его не взорвали так точно вот знаете согласен согласен с шепардом надо найти зонт и в общем будет бамба лейло хуу ех так ладно где мое любимое оружие нет не дробовик нет моя любимая винтовочка ура схоронимся на всякий случай с винтовочкой в руках что-нибудь интересное есть нет понятно мы опять сейчас будем находиться в такой же хрени как и до этого естественно я знаю расположение всего этого но чувствую что сейчас что-то будет плохое потому что мне ни хрена не нравится слючай да не ваш пи ни хрена не нравится здесь чё мне вот интересно как они вообще это все сюда протащили и что здесь такое вообще то ли это чья-то база то ли еще что-то непонятно как-то ну если чё я сейчас просто ищу знаете так скажем опорные моменты где я могу что-то интересное надо быть так сюда закрыт вход сюда открыт вход хорошо 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 это был детонатом кто-то обманул нас Шепард наконец-то я вас знаю меня зовут Илана Схалят сомневаюсь что вы помните это имя как вы думаете Шепард кто управляет кланами систем термина а тысячами пиратов работорговцев бандитов в большинстве криминальных сообществ лидером признают самого успешного это верно тот кто убьет больше всего людей захватит больше всего кораблей разорит больше всего колоний три года назад я был сильнейшим я использовал свое влияние чтобы создать флотилию мы могли выгнать вас из предела что-то как-то актер переигрывает хотя и голограмма тоже знаете ли малость переигрывает вы организовали атаку на элизиум я был инициатором вдохновителем тем кто обещал богатство и славу за уничтожение крупнейшей колонии людей в скоплении и тем кого обвинили в неудаче когда блиц был провален я стал никем а лучший способ вернуть былую репутацию уничтожить первого спектра человека разве не так так вызвать нормандию может договоримся мой экипаж прилетит за мной пускай мы будем их ждать военный корабль альянса хороший трофей да если вы вдруг не заметили руда здесь насыщена тяжелыми металлами так что ваш сигнал просто не достигнет цели халят можно решить все по-другому пустые слова мертвеца до свидания шепард какие будут приказы капитан у нас есть воздух свет нормандия все еще на орбите надо искать другой вы не успеете выбраться обезвредьте бомбу пока она не взорвалась 10 секунд отключить узел вручную отключить с помощью унигели естественно попробуем вручную о боже как это сложно нет я отключил бомбу а черт я не отключил бомбу черт 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 да ладно что о боже я обезвредил бомбу ну вы поняли короче да насколько это было пафосно и круто вот на самом деле давайте сохранимся и действительно попробуем найти другой выход как вы помните сюда нас только что не пускали так что здесь просто все обвалили завалили и нас не выпустят вот но мы люди умные поэтому как-то выйдем отсюда спокойнейшим образом с помощью контрольной панели лифта и всего хорошего так пойти обратно у нас не получится что самое интересное так а где у нас мак и кстати уууууу мак у нас за стране примерно Ча мы кому-то по жопе надаем Вон эти тварюги Рядом с нашим Мако Бедненький Мако, я бегу к тебе Мако, я бегу к тебе Даже не знаю, завалить их так или Сесть в Мако и завалиться с него А я тебя предупреждал, что тебе будет больно, чувак Но ты меня не слушал Ой, я чуть-чуть перегрелся Похоже, Халлиот приложил немало усилий, чтобы заманить вас в эту ловушку Для него все закончилось довольно печально Вы вышли на поверхность радиопередатчика вашего скафандрова С наиву связи с Нормандией, пора убираться отсюда Вот такие вот дела Ну, на самом деле, я не испытал каких-то проблем с этим беднягой И поэтому... Даже не знаю, ну, он не добился в любом случае того, что хотел Поэтому, как бы, все весело, все круто Единственное, кстати, мы так и не доехали до аномалии Которая находится чуть впереди нас Поэтому поедем, посмотрим, что там вообще Вот, Мако мы не стали портить Поэтому все тоже хорошо Глупый-глупый, короче, пират Который попытался восстановить славу свою, убив нас Но при этом Этот глупый идиот не догадался проверить второй выход Труп мародера Давайте посмотрим, что с мародером не так Наединатурианская эмблема Покойный находился здесь довольно давно Причем неизвестно, каким образом он здесь оказался Среди его личных вещей вы нашли альбом с рисунками Среди которых было изображение эмблемы базы Сиглар Как-то вот так вот как-то, да Что я думаю? Давайте сейчас быстренько вот сюда вот просто прокатимся немножко и все Ну мало ли там что-то будет И там действительно что-то есть Поэтому я уже не просто так туда еду Чуйка она такая, она не подводит когда надо Ииии-ху Мягенько так приземлились Еще один труп Чуть-чуть на него наехали Но все нормально, я его не попортил Находка Потеряв обуглившуюся дверь антигравитационного суперкара Вы обнаруживаете название торговой марки Неза Судя по характеру обгорания, обломки находятся здесь со времен последнего пика излучения звезды Похоже, что погибший был одет в дорогой костюм на его теле Или вы находите расплавившиеся старинные очки пилота Вот такие вот дела Сейчас вот, кстати, я по-моему по нему таки проехал со самой малости и по-моему его повредил чуть-чуть Ну да ладно Ему уже все равно А нам Ну а нам чуть-чуть подавней Как бы все равно Так, пробуем заехать на гору Посмотреть, есть ли что-нибудь еще здесь Чисто в теории здесь может быть что-то еще интересное Но я в этом уже не уверен Но мы нашли очки пилота Которые как бы да Хотя почему-то мне кажется, что это какая-то отсылка к чему-то А может и нет Может я просто чего-то не знаю А может и знаю наоборот Но не помню Вот Ну а мы тем временем пока движемся В принципе здесь Ну не знаю, больше нет ничего, серьезно Ну все, обследовал Нифига тут нету Если только в эту сторону чуть проехаться И то не думаю, что что-то здесь найду Но главное, что мы нашли контрабандистов Обезвредили бомбу И как бы в принципе все хорошо получилось Так что возвращаемся на Нормандию Почему нет? Почему нет? Я доволен итогами миссии, скажем так Нет, надо было посмотреть сначала Куда мы пойдем Я немножко не тем занялся Простите А пойдем мы с вами На задание О, кстати, тяжелые металлы Я нашел все Остались легкие металлы И редкоземельные элементы А также газы Ага Так В принципе, по-моему Вот кроме геты в туннелях Вы уничтожили теперь Надежды Джу Ищите полезные Нет, стоп Где тут Феррес геты в туннелях Файдань Проинформируйте Файданя Что вы уничтожите Передачи гетов Вожака варонов Надо будет на Феррес Слетать Все-таки вот эти вещи сделать Элементы питания Ищите элементы питания В туннелях Надежды Джу Надо будет Этой миссией заняться Все-таки Так В цитадели Турианские эмблемы И Все Все У нас в цитадель Теперь Вот путь Только туда Больше пока никуда не надо Вот Мы можем, конечно, поехать В те места Которые мы не исследовали Но Я, знаете ли Особо ничего не ищу Хотя 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 При этом Мы можем с вами Вот сюда Переместиться Я даже не знаю Стоит ли Ладно, давайте пока На цитадель слетаем Доложим обо всем и вся Сарана мы, естественно Пока не нашли Но Цитадель, друзья И да, как всегда Напоминаю, что в цитадели Куча диалогов Просто Ну, вы сами Как бы это знаете Так что Че я вам буду рассказывать А вот Приземляемся Побежали, друзья мои Да, капитан Так держать, Пресли Да, мэм Так держать Пресли Так держать Все Все хорошо Пресли Ладно На самом деле У нас, по-моему, левел Там нет Был? Нет? Нет Не был Ну, кстати Прям совсем герой Прям Да Отступник чуть-чуть Самой малости Давайте берем с собой Как всегда Своих друзей Гаруса Вместе с Рексом Внутреннее давление Уравнивается С атмосферным Изменение статуса Капитан сошел на берег Старший помощник Пресли Вахту принял Замечательно Рад этому Контр-адмирал Михайлович Контр-адмирал Михайлович Пятая флотилия Капитан Шепард Фрегат Нормандия Вам известно Кто я такой, капитан? Я командую 63-й разведфлотилии После реорганизации Вы вместе с Нормандией Были отданы Под мое начало А потом корабль Вместе с вами Попал в лапы Когти Щупальцы Или что там у них еще Совета Я по-прежнему Служу Альянсу В составе Спектр Я могу защищать Наши интересы Перед Советом Шепард Вы еще помните Какого цвета Ваша кровь? Мне не жалко Что в политических целях Совету отдали вас Это шанс Мне жалко Отдавать эту Перегруженную Наворотами посудину Нормандия Превосходный корабль, сэр И отлично справляется С возложенными на нее Задачами Это безделушка, капитан Бесполезная В открытом бою На этот эксперимент Были потрачены Миллиарды На эти деньги Мы могли бы построить Тяжелый крейсер Так ведь нет Нам же надо было Подружиться с турианцами Выбросить деньги На совместную разработку Совершенно бесполезного корабля Капитан Я прибыл сюда Для проведения проверки Нормандия является Военным судном Альянса И я собираюсь проверить На ней все От и до Для нас это честь Показать вам корабль, адмирал Вот и посмотрим Подождите здесь Это не займет Много времени Капитан, я недоволен Мне очень жаль, сэр Кто сконструировал Такой бейтс Расположение капитанского поста Позади экипажа Крайне неэффективно А что если ему нужно Поговорить с теми Кто на носу Это модифицированная Турианская модель Они предпочитают Чтобы капитан наблюдал За своими подчиненными А не находился в центре Нам было интересно Насколько эффективно Такое решение Что ж Замысел разумный Только его надо было Проверять в лабораторных условиях А не на передовом Военном корабле Ядро вашего двигателя Это нечто, конечно Установлено Нулевого элемента На 120 миллиардов кредитов Только для того Чтобы эта штуковина Могла двигаться незаметно Вы понимаете Что мы могли потратить Эти деньги На производство двигателей Для 12 тысяч истребителей Какой смысл В невидимости На несколько часов Да никакого Мы можем незаметно Проникнуть в систему противника И следить за его передвижениями Либо высадить разведгруппы На вражеские планеты По эффективности Нормандия может превосходить Соларианскую ГОР Может быть вы и правы Но боевой корабль Не должен этим заниматься Мы должны находить И уничтожать силы противника А не следить за тем Как гарнизонные войска Ходят в туалет Нам нужно поговорить О вашей команде, капитан Кроганы Турианцы О чем вы думали, капитан? Вы не можете предоставлять доступ К оборудованию Альянса Представителям других рас У нас достаточно противников Помимо Сарана и Гетов Если мы будем с подозрением Относиться к другим расам Мы никогда не добьемся Хорошего отношения к себе Предполагается, что хорошее отношение Того стоит Это голословное утверждение Что-нибудь еще можете сказать, капитан? Какие еще оправдания Состояния этого корабля Можете привести? Нормандия Хороший корабль, сэр Даже если вы не согласны с этим Вам придется согласиться Что совместное строительство И команда Состоящая из представителей разных рас Благоприятно сказываются На репутации Альянса Капитан Ваша работа Поддерживать репутацию Работа флота Альянса Выигрывать войны Я считаю Нормандию Пустой тратой денег Налогоплательщиков Но вижу, что вы считаете по-другому И будете настаивать На своем допобедного Я составлю отчет Для объединенного военного совета Он будет не таким негативным Как я предполагал Удачи, капитан Шепард Не подведите нас Какой же он таки засранец, а Что ты хочешь сказать Нормандия совмещает в себе Лучшие технологии Людей и турианцев Она символ того Чего мы сможем добиться Работая вместе Это да Если бы СБЦ не халявила Убийцах вроде меня Не было бы необходимости О, вооружение Нормандии посмотрел Ну ладно Так, вот сейчас, кстати Придется искать кучу всех и вся И это долго и нудно И боже, я не хочу этого делать О, окей Давайте заглянем, кстати Вот к тому продавцу И сейчас что-нибудь у него посмотрим Вдруг у него найдется Хороший костюмчик для нас Ну, я был бы не против Его купить, например О, боже Только не ты Я не хочу с тобой Разговаривать, женщина Не? Хочу Она не в себе Она как-то вырвалась Стащила ствол у одного из моих ребят Закрылась в стыковочном шлюзе Она... Она говорит, что хочет умереть Надеюсь, вы поговорите с ней Прошло много времени Но вы ведь прошли через одно и то же Я подумал, вы могли бы ее вразумить Скоро буду, лейтенант Ждите Пригодилась бы любая ваша помощь Я не хочу Ей столько уже пришлось пережить Мои люди будут рядом Так вот, я не про эту девушку А про вот эту Ладно, давайте снова наверх поднимемся Рекс, я удивлен, что вы собираетесь убивать своих Если я не ошибаюсь Кроганы находятся на грани вымирания Вы не понимаете Вы только говорите о чести и гордости Но вам никогда не приходилось испытывать свои принципы в бою С нами сражаются либо глупцы Либо наемники Сэрена Убивать вторых наша задача Убивать первых вообще благое дело Какой ты няша прям-таки Ладненько, мы выходим Ну мы выходим или не выходим? Отлично Что такое, лейтенант? Докладывайте Капитан, рад вас видеть Лучше бы нам встретиться при других обстоятельствах Где она? За теми контейнерами Снайпер на позиции Но не думаю, что он понадобится Она не представляет угрозы ни для кого, кроме себя У меня есть для нее успокоительная Но мы не можем к ней подобраться Чем ближе мы подходим, тем больше она злится Похоже, вы ужасно за нее беспокоитесь Я... я просто выполняю свою работу, капитан Надеюсь, мне оно не понадобится Скажите своим людям, чтобы оставались на местах Не давите на нее слишком Если она захочет спустить курок, отойдите Или уйдите совсем Я бы предпочел дождаться, пока она выйдет сама Удачи, капитан Сохранимся Ну так, на всякий случай Что? Собственный стыковочный шлюз Интересно, сколько Альянсу пришлось отстегнуть за это Стойте! Что вы? Кто вы? Моя фамилия Шепард Лейтенант Джерар отправил меня поговорить с тобой Как тебя зовут? У животных нет имен Хозяева поставили на ней символы Раскаленным железом на спине Она кричала, когда хозяева делали это Ты не животное А твои родители Как они тебя называли? Ты их помнишь? Она помнит много вещей Толита Так ее назвали Остальное она не помнит Оставьте ее в покое Что ты помнишь о Мендуаре? Пожары Запах дыма и горелого мяса Животные кричали Хозяева сажали их в клетки Прикладывали железок их спинам Вводили провода им в мозг Она притворилась мертвой Если она умерла, она не может работать Но они знали Она надеялась, что они уйдут Но они посадили ее в клетку Она не сражалась Она уже была сломлена Когда ей ввели провода Толита Сколько лет тебе было? Шесть? Никто не сможет упрекнуть тебя в том Что ты понадеялась на то, что они уйдут Она хочет в это поверить Она хочет поверить в то, что ничего нельзя было изменить Она не хочет больше там быть В клетке Лежать тихо, пока они с ней это делают Я сейчас подойду к тебе на шаг Хорошо? Нет! Она плохая! Не хочет, чтобы ею снова командовали! Как ты попала сюда? Ты сбежала? Она не могла сбежать У них цепи, провода, иглы Уходишь слишком далеко, они забирают твой мозг Пришли животные Такие же, как она Животные с оружием Они взорвали хозяев Она пыталась починить хозяев Чтобы они не злились на нее Она положила обратно все красные и фиолетовые штуки Но они не двигались Другие животные забрали Ты испугалась Ты ничего не знала в течение 13 лет Кроме жестокого обращения этих хозяев Поэтому ты попыталась вылечить их Она не хотела видеть других животных Они не настоящие Они не могли быть настоящими Они ее не видели Если животные видели ее Значит, это на самом деле происходило Но этого не могло быть Провода, цепи, удары Это не по-настоящему Она просто девочка Грязная девочка Глупая девочка Она это заслужила Это... Это все происходит на самом деле Правда? Они видят ее? Это на самом деле? Она не хочет, чтобы это происходило Я сейчас подойду к тебе на шаг Хорошо? Она не хочет Не трогайте ее! Что случилось с твоими родителями? Они... Она видела их Они кричали Бежали Прятались Они дрались с хозяевами Но у хозяев У них огни Папа! Папа! Он плавился Она не хочет видеть это Не заставляйте ее смотреть Не смотри! Глупая! Глупая! Я знаю Это причиняет тебе боль, Толита Мне жаль Но тебе придется смириться с этим Подумай, что случилось с ними Когда она думает Вода течет у нее из глаз Хозяева били ее, когда она тратила воду Поэтому она больше не думает Она видела ее Маму И папу Они горели в белом огне Таяли Разваливались на кусочки Они даже ничего не могли сказать ей Они мертвые, Шепард! Они пытались спасти ее А хозяева сожгли их Ну может она уже забыть Пожалуйста Я сейчас подойду к тебе на шаг Хорошо? Не трогайте ее Она грязная Возразитесь Я была на Миндуаре Мои родители погибли во время того нападения Вранье! За вранье делают больно! Молния или ожог Не могли там быть! Почему? Ну почему вы живы? Почему вы? Почему вы не как она? Испорчена я! Может только копать и таскать? Какое-то время мне было очень тяжело Толита, я потеряла всю семью Своих друзей, свое детство Мне пришлось собраться и продолжать жить Вы потеряли маму и папу? Но вы не копали! Вы не таскали! Вы стоите гордо! Она тоже хотела бы стоять гордо! Толита, это поможет тебе уснуть Если ты уснешь, они заберут тебя туда, где тебе станет лучше Ей будут сниться плохие сны? Тебе приснится теплое место А когда проснешься, ты уже будешь там Ей бы этого хотелось Когда она... Когда я себя вспоминаю Мне больно Но она хочет помнить Как-то так Жалко девочку на самом деле Все, капитан Она приняла успокоительное Она хочет, чтобы ей стало лучше, лейтенант Спасибо, капитан Вы сделали большое дело Я не хотел причинять ей боль Когда я увидел, как она дрожит Сжавшись в комок Я... Ей было всего шесть лет Когда они забрали ее На что мы вообще годимся Если мы не можем обезопасить маленькую девочку С хорошими людьми иногда случаются нехорошие вещи, лейтенант Для этого мы с вами здесь Не опускайте руки Помогите ей Есть, мэм Спасибо за помощь, капитан Мы заберем ее в медицинский центр Они помогут ей прийти в норму Давайте, ребят Удачи вам А мы тем временем пойдем дальше Надеюсь, будет что-то интересное Хотя, знаете Альянс сообщает, что вторжение гетов В скоплении туманности Армстронга Было отражено Геты понесли большие потери На случай нового появления гетов Альянс планирует усилить военное присутствие в этом районе Так вот Знаете, что я хочу вам сказать, дорогие друзья? Я хочу сказать вам следующее Что сегодня мы сделали большое дело Спасли маленькую девочку Собственно, выжили Против Бомбы И Как бы Все хорошо сложилось Поэтому я думаю, что на самом деле Для этой серии этого вполне достаточно Всем вам спасибо за просмотр И пока-пока, друзья мои Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok